Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. В финальном подборе персонала среднего и высшего звена. Этот человек входит в топ-5 лучших экспертов отрасли. Ильгиз Валинуров. Ильгиз, добрый день. Здравствуйте. Здрасте. Мы очень рады, что вы к нам заглянули, потому что вы очень полезный человек. Полезный человек как для работодателей, для руководителей, так и, конечно, невероятный полезный человек для тех, кто ищет работу своей мечты. Верно. В постоянном поиске. Или даже если уже нашел, но все равно думает о каком-то росте и хочет какого-то дальше продвижения. Надо сказать сразу же, друзья мои, что наш гость, ну, вы уже слышали, почти 20 лет работает, да, в профессиональном подборе персонала, огромное количество тренингов. У нас на столе есть книжки, которые также легко можно приобрести, я так понимаю, да, где-то? Да. Расскажите о них тоже подробнее. Ну и самое главное, тоже важно понимать, что не только из нашей сегодняшней программы можно почерпнуть полезную для себя информацию, можно ее также почерпать для себя, посещая тренинги, которые проводит Ильгиз. И вот я хочу рассказать вам об одном из них. Образовательный центр «Сити-класс», все вы его очень хорошо знаете, и 18 апреля, как раз в 19.00, можно будет посетить тренинг под названием «Я идеальный кандидат. Как найти работу мечты? Как самостоятельно управлять процессом трудоустройства, а не ждать счастливого случая?» Я думаю, что вот здесь вот на этом моменте уже очень-очень многие на вас стрели ушки и даже прибавили громкость. Ильгиз, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что все эти годы вы, скажем так, обучаете и работодателей, и обучаете как раз соискателей вакансий, да, тех, кто ищет работу. Ваша задача каким-то образом примирить или все-таки, или наоборот, каким-то образом, ну не знаю, удивить друг друга и доказать, что ты круче? Ну, смотрите, если мы уже начали говорить про историю, да, исторически сложилось так, что я начал заниматься профессиональным подбором персонала, и когда я этим занимался, 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 ко мне, начал стекаться поток друзей, знакомых, родственников, которые, «Ильгиз, ну, помоги найти работу моему кому-то, а вот нет ли какой-то вакансии, да?» Это был такой большой объем, что я решил написать книгу, чтобы на все эти вопросы не отвечать. Что все остали, знакомые, друзья, так. Да, написал книгу, она стала бестселлером, она продается во всех книжных магазинах страны. Рекрутинг на 100%? Это книга «Я идеальный кандидат». А, так, отлично. Вот она тут есть, да. И после этого поток стал еще больше. Мы создали тренинг «Я идеальный кандидат», да, и я начал проводить в том числе карьерные консультации по поиску работы и мечты, по определению себя, куда хочется попасть, какие действия должны быть. Поэтому вот изначально был рекрутинг, 10 лет назад к этому присоединился и консалтинг в сфере поиска себя в карьере. Ну, мой вопрос был все-таки такой, хорошо, что я сама на него попытаюсь ответить. То есть ваша задача в итоге все-таки примирить и руководителей научить найти правильных себе работников. А, соответственно, работников научите, как правильно на себя обратить внимание. Скажите мне, пожалуйста, тогда, что проще, найти хорошего кандидата или проще найти работу своей мечты? Как вам кажется? Я думаю, что найти сотрудника все-таки проще, чем найти идеального работодателя. Сотрудников тысячи, миллионы. Работодателей мечты их могут быть десятки. Их не так много, да. То есть тем более, если вы хотите работать в какой-то определенной отрасли, индустрии, в каком-то конкретном городе. Тогда вообще круг сужается, да. Конечно. И тут очень важно понимать для себя, а кто для вас идеальный работодатель. Тогда становится понятно, какие действия совершать. Ну, это вам так кажется, потому что вы обладаете этой информацией, что становится понятно сразу, какие действия совершать. То есть большинство людей понимает, что первое действие, ну, разумеется, это просто отправка резюме. Ну, как-то уж там составил, как-то так вспомнил, какую школу закончил, какой вуз. Ну, и написал о себе, что я коммуникабелен, без вредных привычек. Ну, и что-нибудь там еще добавил. И другие семь смертных грехов резюме. Это коммуникабельный, многозадачен, пунктуален. Это грехи, правда, в резюме? Нельзя ни в коем случае писать. Кто их будет читать? Ну, вот смотрите, я читаю в резюме. Так. Коммуникабелен, постоянно обучаюсь развивать. Александр, прекрасный человек, берем. Может быть, такое? Нет? А слово стрессоустойчив тоже очень любит писать в резюме. Оно как должно действовать на работодателя. Если взять 100 резюме любых на любую должность, все эти одинаковые слова будут перечислены в 90 резюме. Согласна с вами, абсолютно. Нету смысла это писать вообще никакого. А что же тогда нужно писать в резюме? Как же тогда его правильно? Ну, хотя бы давайте мы расскажем сейчас какие-то вот такие основные, наверное, моменты, на которые нужно обязательно обращать внимание, ошибки, которые ни в коем случае нельзя допускать. Хорошо. Первое правило. Резюме затачивается, как мы называем, кастомизируется под каждого работодателя отдельно. Вы не можете одно и то же резюме разосвать стар работодателям. Тоже очень часто именно так и делается, конечно. Вы увидели описание вакансии. Вы смотрите на свое резюме, смотрите совпадения. То есть лишнее из резюме убираете, смотрите, чего не хватает, думаете так, у меня это было, не было, могу я дописать. То есть работодатель, увидев ваше резюме и посмотрев на свою вакансию, должен максимально увидеть совпадение. Тогда он захочет встретиться именно с вами и вас пригласить на встречу. Вот так. Ну, в общем, да, мне кажется, это логично достаточно. Ну, не может же это быть единственным залогом успеха? Да. Когда я даю описание вакансии, размещаю в открытых источниках, я сразу получаю сотни резюме. Конечно. Потому что вакансии там могут быть заработные платы 800 тысяч, миллион. Понятно, что много желающих сразу. Нет, даже если вы напишите и 50 тысяч, тоже будет большое количество. Причем люди будут писать из разных профессий, совершенно отраслей, абсолютно даже порою совершенно отличных от той, которая указана в вакансии. Конечно. Конечно. Так и есть. Я-то знаю, да, и вы знаете. Правда, не знаю, откуда вы знаете. Ну, потому что мы руководители радиоканала, мы ежедневно получаем огромное количество резюме, да. Наверняка был какой-нибудь курьер, который хочет стать ведущим, да? Абсолютно, да. Сплошь и рядом. Да. Так вот, когда вы увидели описание вакансии, которое вам нравится, вам подходит, не надо вот машинально нажимать кнопку «Отправить». Вначале необходимо установить контакт с работодателем. Позвонить ему, написать письмо. Здравствуйте, Александра. Я увидел ваше описание. Мне очень понравилось. Скажете, у вас вакансия актуальна, открыта? Да, открыта, актуальна, да? То есть и вы рассматриваете кандидат. Задать вам три простых вопроса, на которые вы ответите «Да». Могу я вам отправить резюме тогда по электронной почте? На какой адрес? И всё. И вот это резюме, пришедшее к вам на электронный адрес, рабочий или личный… Оно будет уже рассмотрено как-то с особенным трепетом. Да, более внимательно, чем куча откликов на сайте Headhunter или Superjob. Это совершенно точно. В идеале, если кандидат найдёт ваш профиль в Инсте, в Фейсбуке, увидит, что общие знакомые, Ильгиз Валенуров, и скажет, Ильгиз, а вот ты знаешь этого человека? Я скажу, ну, знаю. И будет звонить вам. Я по рекомендации Ильгиза. Ну, вы точно встретитесь с этим кандидатом. Ну, это прям такая работа-работа, которую надо проделать, да? Работа по поиску работы – это огромная, большая работа. Совершенно точно. Ну, а как? Если вы хотите найти лучшую работу, необходимо к этому прилагать усилия. Ну, а дальше при этом тоже необходимо всё-таки обладать необходимым опытом работы. Всё-таки действительно реально оценивать, наверное, на свои какие-то профессиональные качества, способности, таланты, иметь определённое образование и так далее и тому подобное. Или не всегда. Иногда достаточно вот такой, где-то наглости, где-то навязчивости, настойчивости, рекомендаций чьих-то и так далее и тому подобное. Ну, я могу так сказать. Первое – это надо знать, что хочешь. Вот ты хочешь попасть в эту компанию или хотя бы вот на эту должность, неважно в какой компании. Этим нужно заниматься каждый день, каждый день, каждый день. Нюанс. Когда вы работали, допустим, финансовым директором, а хотите стать коммерческим директором, вас не возьмут на те же самые деньги, что зарабатывают коммерческие директора. То есть вам нужно будет начинать с более низкой базы, и с должности более низкой, и с более низкой заработной платы. То есть вы можете перейти в эту компанию, допустим, менеджером по продажам, пусть там в два раза упадёт заработная плата, но потихонечку вы начнёте расти. Эта ошибка думает, что можно менять отрасли и должности, не теряя в чём-то. То есть поэтому можно найти любую работу, мечты, но начинать надо будет иногда с низкой базы. Вот. Я очень надеюсь, что многие сейчас услышали эту информацию, и обязательно её теперь будут применять и реально всё оценивать. У нас пауза небольшая. Обязательно оставайтесь с нами. Мы с вами скоро продолжим. Лучшее в стране. Продолжается программа. У нас сегодня в гостях Ильгиз Валинуров, хедхантер, автор книг-бестселлеров по рекрутингу, и вообще рекрутер номер один в России. Так гласит интернет, так гласит сайт. Ильгиз, ну и, конечно, огромное количество отзывов, и, конечно, огромное количество лет, потраченные как раз на выбор персонала среднего и высшего звена. Ильгиз, мы продолжим давайте с вами поговорить на тему поиска работы своей мечты. Мы поговорили немножко о том, как правильно составлять резюме. И я вот хотела ещё обратить ваше внимание на следующий момент. Если соискатель ставит смайлики, очень часто там пишет, я действительно самый лучший, и всякие подмигашки там или улыбашки, вот эти скобочки различные, правда-правду возьмите, как вот на подобные вещи реагировать работодателю? Сразу ли удалять и в корзину это резюме, или всё-таки стоит обратить внимание на этого весёлого человека? Ну, смотрите, тут самое главное, вообще идеального кандидата не существует. Есть кандидат, релевантный в вашей корпоративной культуре и вашей должности. Если мы ищем аниматора в детский центр, ну, то вот эти смайлики, как раз это оно, как раз это оно. Если мы ищем генерального директора в крупную компанию, которая работает на федеральном и международном уровне, ну, это точно перебор. Странно, да, как минимум. Поэтому надо смотреть, насколько в вашей компании вот принято переписывать с друг другом, ставить количество невероятных смайликов. Если принято, это ваш кандидат. Если у вас такой банк, трескод. Тескод, ботинки только чёрные можно. Да, да, даже лакированное нельзя. Вообще ужас, да. Всё, тогда смайлики идут в корзину. Так, усекли, запомнили. Будем иметь в виду, что называется. Я вот как раз смотрю на описание некий такой план предстоящего вашего тренинга. Я идеальный кандидат, как найти работу мечты. Вот такой пунктик меня очень заинтересовал. Что на самом деле интересует работодателей на собеседовании? Как пройти его идеально? А что же на самом деле интересует, на ваш взгляд, работодателя? Работодателя интересует, что приход конкретно вас, как сотрудника, в их компанию будет решением каких-то проблем. Вот что самое главное. Поэтому как готовиться к собеседованию? Понимать, какие сложности, проблемы есть сейчас у компаний. Может быть, с продуктом, с продвижением, с логистикой, с бухгалтерией, ещё там что-то. Как об этом узнать? Ну, можно почитать в интернете. Конечно. Но это не совсем будет полной информации. Просто на первой встрече, на первом собеседовании задавайте открытые вопросы. А что вы ждёте от идеального сотрудника в этой должности? А что для вас будет самое главное? Вот вы задаёте вопросы, записываете ответы, и после этого по этим ответам вы говорите так. Ну, вот этим я занимался вот здесь, вот тут мне удавалось вот так сделать в краткие сроки. Работодатель должен увидеть, что вы решение его проблемы. Всё. Лакансия ваша? Вот очень, казалось бы, простые вещи, однако мало кто, отправляясь на собеседование, действительно детально изучает компанию, там, её проблемы или её успехи. Это я вам могу сказать точно, да. Вот в нашей сфере такое встречается. Я могу сказать, когда я готовлю кандидатов к собеседованию, то есть мы вместе заходим на сайт, смотрим миссии, ценности, последние новости, да, чтобы кандидат был готов среагировать в нужной ситуации. Вы же ещё и учите очень правильно классным вещам по поводу зарплаты. Как её правильно себе выторговать, запросить, поднять. Вот здесь как поступать аккуратно, чтобы тебя не развернули и не сказали, о, не-не-не, до свидания. На такие-то деньги мы найдём восемь таких специалистов. У нас вот столечко. Ну, есть некоторые должности, на которых торг неуместен, да. Если это крупная компания, и нужно сточивать продавцов, консультантов или кассиров на кассу, ну, там штатное расписание изменить невозможно. Но очень много должностей других. Это могут быть и в логистике, и в продажах, ещё там что-то. Конечно. И работодатель говорит, вот мы можем дать 40 тысяч, оклад и премия, возможно, там чего-то. Задайте простой вопрос. Какой? А что я могу сделать дополнительно, чтобы оклад был через три месяца не 40, а 60, и премия была выше? У любого работодателя есть какие-то проблемы. Есть. Он скажет, надо же, умный парень или умная девушка. Да, вот ты за эти пару месяцев делаешь вот такой результат, успеваешь делать вот так, и тогда оклад будет 60. То есть работодатель хочет иногда снизить заработную плату не потому, что нет денег, а потому, что он не уверен, что вы решите его проблемы, его задачи. Предложите их сделать, решить. Если вы справитесь, тогда логично, что вам зарплату поднимут. Всё верно. Управлять самостоятельно процессом трудоустройства. Вот это то, чему учат друзья Ильгиз Валеноров. Это такая целая наука, тонкая очень. Я подозреваю, что недостаточно всё-таки, наверное, будет прочитать одной книги. Тут действительно нужно вот посетить, ну, как минимум, трёхчасовой тренинг, который как раз и запланирован ближайший вот на 18 апреля. Продолжим очень скоро. Обязательно оставайтесь с нами. У нас сейчас пауза музыкальная. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» Ведущая Александра Хайрулина Продолжается программа. У нас гостя сегодня Ильгиз Валенуров. Ильгиз, мы много что уже о вас рассказали. Я хотела бы ещё уточнить информацию. Вы являетесь основателем консалтингового агентства «Бизнес Коннекшн». Так? Чем занимается данная контора? Извините за такое слово. Конторы пишут первые реакции, да, на это, конечно, может быть. Ну, «Бизнес Коннекшн» занимается подбором персонала средне-высшего звена, это раз. И второе, если говорить про консалтинг, то это аудит рекрутинга. Мы приходим в компанию и буквально за 4 часа разбираемся, где проблемы с поиском персонала. То есть вот так помогаем находить лучших. А чем занимается академия рекрутинга? Академия рекрутинга обучает найму, как проводить собеседование, как писать продающие объявления, как проводить адаптацию новых сотрудников. То есть что касается найма, это Академия рекрутинга, обучение. Всё понятно. Вопрос этот снят. Получили отличный ответ. Теперь я хочу вот что у вас узнать. Поскольку 20 лет вы уже занимаетесь подбором персонала, помогаете людям найти работу своей мечты. Вот за эти 20 лет, как вам кажется, изменилась ли методика? Что-то новое появляется со временем? Или в принципе какие-то азы, они остаются прежними и не меняются из года в год? Всё вокруг меняется. Всё вокруг меняется каждый день. Вот я сюда зашёл в студию, был один мир. Выйду, будет другой мир. Но при этом, вы понимаете, база... Вы понимаете, что лучше будет мир, да. База при этом остаётся, да. Всё равно проблемы с поиском персонала, проблемы с выбором лучших, проблемы с проведением собеседований. Вот всё это не изменилось. Семинар рекрутинг на 100, 2002 года, 17 лет мы уже проводим. И вот буквально я его проводил на днях в Казахстане. Люди говорят, вау, как круто, какие лайфхаки, какие фишки. А вы то же самое рассказывали 17 лет назад ещё. Да, понятно, что во время каждого семинара... Я привожу свежие примеры, вчерашние, этого года. Но база-то она остаётся, и люди ей не владеют. Хотя, казалось бы, да. Ну, спасибо, что у нас вы теперь есть, и будете, конечно, просвещать. И есть уже много лет, и будете дальше. Вот, кстати, эта самая книжка, рекрутинг на 100%, которая у нас на столе стоит. И тренинг этот, вы сказали, уже 17 лет проводится. Она же сейчас, насколько я знаю, будет переводиться на другие языки. То есть она уже дождалась своего настоящего успеха. Прекрасно подготовились к встрече. Да, спасибо. Да, сейчас идёт перевод на английский язык. Она будет и печататься, и появится уже в Амазоне. И после того, как мы уверены в этом, будет успех на английском языке, уже будем переводить и на другие языки. До Китая тоже дойдём, там миллиард аудиторий. До Китая легко найдём, да. То есть вы хотите сказать, что за рубежом, что у нас, тоже одни и те же правила работают абсолютно. По поиску работы, по двору персонала. Принципиально, да. Принципиально, да. То, что касается собеседования, проведения собеседований, привлечения кандидатов. Понятно, что мы немножко её отредактируем. Ну, не будем писать, что там пример в России вот такой, или в российской практике так принято. Ну, то есть англоязычную мы немножко её подкорректируем, да, чтобы это не было ассоциацией, что вот только в России так. А остальное, да, всё работает. Ну, кстати, мне вот очень нравится ваша книга «Рекрутинг на 100%», что там абсолютно реальные примеры. Там представлено резюме, которое вы также по полочке разбираете каждый, да, где в чём плюсы, в чём очевидные минусы, с каким человеком сразу даже не разговаривать лучше, а с каким можно пообщаться, и так далее, и тому подобное. Что касается книг, их у вас ведь не две, их у вас шесть на сегодняшний день. Какие ещё бестселлеры? Вдруг, если кто-то пропустил из виду и не прочитал ещё, можно отыскать где? Ну, реально бестселлерами являются две, я идеальный кандидат и рекрутинг на 100%. Так. Другие книги тоже продаются в России, что я могу подсказать? Да, у карьеры. Это книга, в которой нет ни единой подсказки, ни единого совета. Да, у карьеры. Каждая страница чистый лист с вопросом. Например, с кем из интересных людей я познакомился за последний месяц? И вы думаете, так, с кем? Записали. С кем бы я хотел. Да. То есть, и вот, соответственно, каждый день работа над собой. Да, то есть, вот, да, у карьеры. Книга, рекрутинг, книга перемен. Да, это фишки, как изменять рекрутинг к лучшему. Тоже каждый разворот книги – это какой-то лайфхак и чек-лист по внедрению. Ежедневник кандидата. То есть, каждый день план действий по поиску работы. И ежедневник рекрутера, каждый день план действий по поиску персонала. Вот шесть книг. Шесть книг, которые можно раздобыть. Кстати, у вас же есть еще такой замечательный бонус. Правда, не на всех действуют тренингах этих, но на некоторых, я знаю, точно действуют. Что человек, который посещает их, он еще и получает в электронном виде книжку определенную вашу. Вы не знали? Например, осенью в Барселону вы приглашаете людей, там будет такая возможность прочитать книгу. Я не знаю, насколько это будет сейчас возможно, да, но сколько у нас слушателей? Зрители и слушатели огромное количество, это миллионы человек отдельно, те, кто смотрит телевизор, те, кто слушает. Хотите, каждый из них получит мою книгу в подарок в электронном виде, хотите? Ух ты, ну мы-то да, хотим. Я думаю, что люди тоже не откажутся. Нужно прийти на ваш тренинг. В инстаграме по сегодняшнему эфиру выкладываем отзыв с хэштегом Ильгиз Валенуров. Действует только сегодня. Вот сегодня вы посмотрели, выложили в инсте с хэштегом Ильгиз Валенуров. Я выйду с эфира, посмотрю и лично каждому отправлю ссылку на книгу. Скачу на электронный книг. Класс. Потрясающе, да, спасибо. Вот это здорово, друзья. Сделайте это прямо сейчас, чтобы вас не загружать и не отвлекать информацией. Мы сейчас запустим клип и песню в эфире, а вы как раз можете заняться тем самым, о чем рассказал нам Ильгиз. Оставайтесь с нами. Ильгиз Валенуров у нас в гостях, друзья мои. Мы продолжаем мегаинтересный разговор. Не так давно я у вас, Ильгиз, в инстаграм прочитала следующий постик. Приехал с Колково изучить новейшие тренды в рекрутинге. Есть кое-что интересное. А есть шарлатанство, типа оценим компетенции топ-менеджера по его голосу. То есть, все-таки, и этому тоже обучают людей, что можно по голосу принять решение. Да, вот человек с таким голосом действительно получится потрясающим коммерческим директором. Да, я немножко в шоке от таких источников принятия решения, да, потому что голосу можно научиться, на голос можно поставить, голос можно репетировать. Есть курсы по риторике, ораторскому мастерству, конечно. И как? Из-за того, что человек говорит таким образом, может сказать, вот это топ-менеджер, а вот это курьер. А это певец, сто процентов. Вот это вот, я не верю в такие технологии, да. Я классический хэдхантер, рекрутер, который общается, встречается, видит, разбирает кейсы, примеры, собирает рекомендации. Вот так. Какие еще мифы существуют вот в данной сфере? Вы же наверняка следите за тем, что происходит, да, в этой отрасли. Ну вот по голосу понятно все, это отметается, это ерунда. По голосу, по лицу. Ага, строение, так. Строение лица. Да, строение лица, да, смотрите внимательно. Мало ли что могло с человеком произойти какая-то трансформация, как лицо его могло поменяться, да. То есть основное это опыт и как человек что-то достигал. Не просто что, чего достиг, но именно как он достигал конкретных результатов, вот это показывает возможность человека в вашей компании достичь результата. Я знаю, кстати, даже у вас на передаче был Владимир Малешин, да. Конечно, да, да, да. Я к нему, мы с ним давно знакомы, порядка 20 лет, наверное, да, я хорошо лично к нему отношусь. Но его методику я использовать не буду. Так. Вот правда. Ну, замечательно, да. Я думаю, что он вашу не будет использовать, ничего в этом такого нет, да. Поэтому вот физиогномика, да, то есть вот это не мой формат, это точно. Что еще, что еще? А вот, кстати, фотографию обязательно нужно наклеить на резюме или прилагать к резюме? Потому что как-то очень странно, кто-то прилагает, кто-то на сегодняшний день до сих пор нет. Ты получаешь резюме и как-то непонятно, пустой окошечкой. Я как рекрутер рекомендую, чтобы резюме было с фотографией. Да, конечно. Потому что когда рекрутер в день просматривает сотни резюме, где на белом тексте черные буквы, да, ему надо вот визуальный ряд свой немножко изменить. И он видит приятное улыбающееся лицо. Он с большей вероятностью вам сделает звонок и пригласит на встречу. То есть здесь еще тоже успех зависит от правильно сделанной фотографии. То есть если ты на фоне ковра, не выспавшийся, то, конечно, маловероятно тоже, что звонок поступит. Конечно. Знаете, сколько я вижу фотографий в лесу, на природе. Какая прелесть. Да. И я могу сказать, почему кандидаты выбирают эти фотографии. Сказать? Почему, да. Потому что на природе у нас прекрасное настроение, хорошее настроение, мы хорошо получаемся. Вот этот свет, да. Свет, да, да, настоящий свет. Конечно. И нам лично нравятся эти фотографии. Но когда мы идем на позицию главной бухгалтера, у нас там береза или мы в обнимку с березой? Я думаю, это не то. Идеально я рекомендую, если вы работаете в большой известной компании, делать фотографию на фоне логотипа. Коспром, Кока-Кола. Ну, давайте уж не будем перечислять. Все поняли, да. Все, да. И это сразу вызывает дополнительный интерес, внимание. Это точно. Еще один лайфхак хотите по фотографии? Очень. Когда вы делаете фотографию... Для резюме. Не на паспорт, а на резюме. Наклоните немножко голову. В какую сторону? Имеет значение или нет? Левой или правой, чтобы немножко она была повернута. То есть, и тогда, то есть, вот человек, который видит, да, то есть, он видит, вы немножко повернулись, наклонились. О чем это говорит? Возникает ощущение, что кандидат его слушает. То есть, когда мы внимательно кого-то слушаем, мы наклоняем голову и поворачиваемся ухом. Это если со слухом не очень хорошо, мы так делаем, а если все. Это язык жестов и телодвижений. Я вас поняла, да. То есть, поэтому вот если вы так сделаете, это сразу будет вызывать больше доверия к вашей фотографии, к вашему резюме. Простой лайфхак. Хорошо. А вот очень модные различные вот такие вот фигурки губами у девушек, различные, да, вот эти уточки, рыбки и так далее. Вот здесь вот как вот нужно понимать? Одно дело, ты для Инстаграма своего делаешь фотку, другое дело, все-таки ты размещаешь фотографию и отправляешь резюме потенциальному работодателю. Ну, если ваш потенциальный работодатель в поиске менеджера по продажам, коммерческого директора, еще кого-то, никаких уточек, да, если вы отправляете в модельное агентство, да, где это принято, где, ну, то есть такая фотография вполне конгруентна, скажем так, да, то можно применить вообще все, что можно, и выложить на фотографии, конечно. Я вот все больше убеждаюсь, общаясь с вами, конечно, что да, все вот эти вот знания, а сегодня мы с вами только частичку затронули их, если все-таки максимальное знание получить, то действительно поиск работы окажется не таким уж сложным, наверное, долгим, да, и действительно работа мечты может приблизиться к тебе или там в самое ближайшее время появиться. Да, я скажу больше, когда мы знаем вот эти фишки, лайфхаки, да, то есть поиск работы становится увлекательным занятием. Соревнования такие, ох! Да, мы смотрим у работодателя, о, классно, тебе нужно вот это, ну-ка я вот так подготовлюсь, ага, вот такой тип компании, ну-ка дресс-код я поменяю, то есть это становится игрой. Очень важный еще момент, кстати, по поводу игры. Если приходят резюме, в которых вот послужной список, а там, знаете как, 3 месяца, 2 месяца там, 5 месяцев максимум там, потом опять 3 месяца, 2 месяца, еще раз 3 месяца, еще 2 месяца, и в лучшем случае там, ну, полгода, потом опять 2 месяца, ну, понятно о чем, да? Вот здесь какие выводы можно сделать сразу работодателю? У нас есть такая поговорка, да, леопарду не изменить своих пятен. Вот если человек постоянно меняет места работы, и вас как работодателя это не устраивает, чтобы человек пришел на 2-3 месяца, даже не встречайтесь с этим человеком, не встречайтесь, не дайте время. Ну, то есть, да, это показатель того, что что-то там... Полгода, несколько месяцев, это может быть нормально для студента, молодого специалиста, который себя пока ищет, это вот 2-3 места работы, где он себя пробует, это нормально. Ну, когда вам 40, 40 плюс, да, то есть вот так вот туда-сюда бегать, это означает, что вы просто принимаете первое попавшееся предложение, вы не относитесь внимательно к тому, куда вы идете, такие кандидаты не очень интересны. Прерываемся снова ненадолго, друзья, обязательно оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Ильгиз Валенуров у нас сегодня в гостях. Headhunter, рекрутер номер один в России. Ильис, я вот просматриваю ваш Инстаграм и вижу, понятно, ваши интересные фотографии, посты с различных семинаров со всех уголков нашей страны, не только и за рубежом вы очень часто бываете. Также есть, конечно, немножко там и фотографии, посвященных вашей семье. Ну и информация открытая и честная о том, что, например, там в субботу, даже в воскресенье в 23 часа для вас абсолютно нормально быть на работе или общаться там со своей командой. А здесь у меня вопрос. Вы отдыхаете вообще или как-то у вас работа занимает 98% вашей жизни вообще? Смотрите, а в чём мой подход? Я не разделяю отдых, рабочее время, нерабочее. Это всё одна жизнь. Это одна жизнь, в которой мы живём. Например, вот вчера, вчера был понедельник, рабочий день. Да, конечно. Но при этом я его провёл с детьми. Представляете? Да? Счастливый человек, что здесь можно сказать? Да, а если говорить про коммуникации с работодателями в 23 вечера, в 7 утра, то это не из офиса. Сейчас мессенджеры позволяют быть на связи в любое время. То есть это нормально, решить какие-то операционные, оперативные задачи быстро в онлайне. Да, вот это нормальный стиль жизни, в моём понимании. Да, просто есть такие люди, которые всё, рабочий день закончился, и категорически не отвечают на сообщения коллег и даже руководителей. Вот муж не разрешает или жена против. Всё, рабочий день закончился, я ушёл. Что, как мне кажется, всё-таки не совсем правильно. Можно жить таким образом, но таким образом карьеру вы не построите. Абсолютно с вами согласна. Вы вот упомянули про детей. Я очень хочу, чтобы мы рассказали всем, что их у вас 5. Да. Многодетный папа, молодой, замечательный, умный. Скажите, пожалуйста, ну я так понимаю, что у ребят, у ваших, конечно, проблем, наверное, не будет с тем, как найти работу своей мечты, потому что как минимум папа вложит максимум, максимум абсолютно всех своих знаний. Что касается профессий их, у вас есть какие-то предпочтения? Или все они станут автоматически сотрудниками академии рекрутинга, там, не знаю, вместе с папой начнут тоже тренинги различные давать? Да. Да. Ну, а тут ситуация такая. Регулярно я их в свой офис беру. Это точно. Да. Я считаю, что задача родителей, чтобы дети смогли определиться, куда они хотят двигаться, чем заниматься, что для них самое важное. И важно показать разные варианты, разные возможности. Я с ними много путешествую за границей, например, чтобы они увидели разные страны. Вам нужно еще один курс и тренинг обязательно срочно организовать и сделать. Я не знаю, как-нибудь там платить и размножать, или лучше папа, или как-то, как правильно, и работать, и воспитывать детей одновременно. Ну, я подумаю, я подумаю, да. Не обещаю до следующего эфира, но, может быть, что-то мы сделаем такое. Ну, потому что, правда, это очень интересно. Вы же тоже руководителем являетесь, однако у вас тоже находится время и для семьи, и для успешной работы, еще для успешного обучения остальных людей. Я хочу напомнить, друзья, что у нас с вами есть возможность посетить тренинг Ильгиза Валенурова 18 апреля в образовательном центре Сити-класс, начало в 19.00. Этот тренинг вам очень нужен, если вы хотите найти идеальную работу, идеальную работу своей мечты. Тренинг называется «Идеальный кандидат. Как найти как раз работу мечты, как самостоятельно управлять процессом трудоустройства, а не ждать счастливого случая». Этот тренинг и другие ваши тренинги, Ильгиз, они проходят по какому принципу? Это не такая просто лекция, человек записывает, и там, если есть вопросы какие-то, или это взаимодействие, возможно, какие-то форматы интервью, или какие-то игры, какие-то интересные задания, которые нужно выполнять? Смотрите, есть базовая часть, и есть разбор конкретных примеров участников. Вот у меня вот такая ситуация, что делать? И вот я рассказываю на каких-то примерах, другие участники, они тоже видят, что это относится также к ним и прочее. То есть иногда мы делаем какие-то упражнения, но это не всегда получается в рамках нескольких часов. С упражнением мы работаем, когда уже семинары идут на весь день, вот тогда мы успеваем сделать упражнения и прочее. Ну, то есть больше информации, ответы на вопросы и решение конкретных проблем, задач, и самое главное, технология, шаг за шагом, что делать, вот это участники семинаров получают. Хорошо. За полным расписанием лекции, я думаю, что мы давайте отправим с вами наши зрители и слушатели на ваш сайт, да, или социальные сети, где более подробная информация, в каком городе вас ждать, и в какую страну ехать, чтобы посетить ваш тренинг. Хорошо. Есть программы регулярные на сайте сети класса, есть программы на сайте Ильгиз Валенуров, и регулярно анонсы Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Ильгиз Валенуров латиницей, и смотрите мою ленту, смотрите анонсы. Ильгиз, я не могу не задать вам следующий вопрос, и не попросить вас, конечно, дать нам лайфхак. Как попросить у работодателя повышение зарплаты? И стоит ли это делать вообще, если знаешь, что ситуация, ну, когда-то может быть благоприятная для этого, а когда-то явно нужно чутко понимать, что вот сейчас не время. У текущего работодателя, где вы работаете, повысить уровень заработной платы? Да, да, да. Смотрите, просто так работодатель заработную плату не повысит. Поэтому, подходя к... Ну, как вот сказать, там у меня там ипотека, у меня там еще вот приехали там тети с дядей, вот тоже теперь со мной живут. Давить на жалость бесполезно, это не работает. Платить работодатель будет больше за ваши большие результаты, успехи. Их нужно показать. Но если вы совершите подвиг сегодня, вам завтра не премию дадут, а впишут в это вашу должностную инструкцию. Так. Поэтому, поэтому, подойдя к работодателю, нужно давать вопрос, что я могу сделать больше, по-другому, иначе, чтобы у меня была более высокая окладная часть, чтобы у меня была премия. То есть задавать вопросы, а что мне нужно сделать, чтобы оклад был вот такой. И если эта компания большая, возможности точно есть. Вас могут перевезти в другой офис, в другой регион, на другую позицию перевезти, или в текущей вашей должности дать больше задач. Всегда найдется возможность, за что работодатель готов заплатить больше. Спасибо большое. Друзья, хочется пожелать всем вам, кто смотрит наше, слушает, обязательно найти работу своей мечты. Всем компаниям найти самый лучший персонал, работодателей. Ну, а есть какие-то вопросы, что-то не справляетесь. Вы знаете, вот Олегис Валенуров, он большой профессионал в этом. И книги. И для вас они будут сегодня в подарок. Спасибо огромное. Спасибо еще раз. Спасибо и вам, друзья. Программа «Лучшее в стране». До встречи. Спасибо.